Уличный профит, приветствую тебя, привет друзья, дамы и господа, рад вас их видеть, лайки, подписчики, колокольчики, нажимаем, нажимаем, прожимаем, начинаем. Сегодня 30 сентября, давайте смотреть, что у нас по битку. Ну, опять же, нечего добавить, надо ждать третьего касания, если все-таки формируется зажим, я говорил, то есть на третьем отбое надо уже набирать там лонг. До этого момента, пока мы не придем еще раз, не попробуем пробить, все выглядит так, что, ну, все выглядит на ускорении и дальше начнется экспонента. С другой стороны, если взять какой-нибудь BNB, да, очень похож на зажим, я тут посмотрел в обратную сторону, ну, раз, два, ну, он, конечно, такой слишком острый угол, да, раз, два, три, отбой, четвертый должен сейчас пойти на пробой. Плюс, если рассматривать биткоин, блин, да что такое, очень близко, да, по идее, ну, любая полка формируется как? Накопление, манипуляция, экспонента. Ну, вот, где тут поискать? Вот такое подобное. Накопление, манипуляция, экспонента. А, казалось, вчера, что, ну, накопление, манипуляция, экспонента. Но, как мы видим, продавец не стал давить. Плюс еще на самом дне, уже который день у нас формируется, там, условные показатели по бинансу в 42%, после такого бывает памп, ну, бывает такое, что захлебывается, да, условный памп на этих 40%, давление продавцов, и все скатывается. Но бывает, что пампимся мы прилично. Поэтому, тысячный раз повторюсь, я серьезных позиций просто не добираю, не усиливаю. Один шорт там остался от 24, ну, и там паль там нескольким. Все остальное, я думаю, что здесь от лукавого. Что-то здесь стараться набрать в этом флете, быть распиленным, еще заплатить фандинг и продолбать. Наверное, по битку все. Быстренько зачитаю комментарии. Так, благодарю за жизненный обзор, пожалуйста, выдели, пожалуйста, несколько кольтов и рассмотри комп. Ну, комп, давай глянем. Комп. Потому что давно я не смотрел, в свое время торговал на нем. Локальная картина неясна. Среднесрочно. Среднесрочно. Зажим. Раз. Два. Три. Ну, уже четвертое касание пошло. Можно будет, в принципе, рассмотреть попытку шорта, если будет спринг. Да, вот такой вот. Ну, опять же, если смотреть по линиям, достаточно противоречивый зажимной скан. Почему? Потому что, вот мы видим, если по линиям вот так вот зажимать. Раз, два, три. Четвертый уже был пробой. Пускай он и формальный, да. Но там, если брать основную зону, вот, по норме середины. Ну, примерно. Чуть-чуть не дошел. То есть, вот эта зажимуха отработала. Следующая зажимуха. Следующая зажимуха. Ну, опять же, мне кажется, уже нерелевантно, потому что здесь был сквиз сильно ниже. Наверное, нет. Здесь нету большой зажимухи. Наверное, возможен паттерн. Ну, та же коробка, да. Словно диапазон цен формируем. И ложное выпадание вверх. То есть, забираем всех пареньков. Кто торговал там на пробой, забираем их лимитки. Возвращаем. И экспонента вниз. Наверное, вот что-то такое. я бы, наверное, ожидал. Вот так вот. Что там по поводу Binance? Какие шансы, что заблокирует счета вслед за санкциям ЕС? Честно, не знаю. Но графики BinB к биткоину выглядят, конечно, не очень хорошо. Что-то должно взорваться в Binance. Сложно сказать. Я могу только график рассмотреть. По графику, конечно, вот BinB к USDT выглядит еще как зажимой скам. Могут там памп сделать, но к битку я показывал, что Binance выглядит не очень. Так. Каким образом мировые события подстраиваются, совпадают с паттернами и наработками? Например, взять курс рубля и зажимой скам. Каким образом все так совпадает? Хороший вопрос. Всегда есть инсайдеры, которые формируют свою позицию задолго до какого-то формирования. Наверняка, даже при том, что понятно, в какой коррупции находится РФ, государство наше. Наверняка очень много инсайдеров. Но они как бы везде есть. Не надо тешиться иллюзиями, что их где-то нету. Просто где-то это делается максимально красиво. У нас просто как бьют там по стакану, какие объемы рисуются на рубасе. Я говорил, что огромные там объемы вваливались. Новость найдите когда там 4 года назад что ли на Форексе. Сейчас найду эту новость. Вот. Новости. Это какого? 19-го года. ЦБ проиграл на Форексе 20 миллиардов за год. А ЦБ еще там 9 миллиардов проиграл. Ну то есть общий бюджет они проигрывают. Но кто-то встает против этих позиций. Это все равно, что иметь свой банк, в него несут деньги клиенты, там хранят вложения, а ты встаешь против этих позиций. То есть твои клиенты теряют, а ты зарабатываешь. Деньги переходят от них к тебе. Ну я к тому, что это как бы в любом государстве есть. Просто есть, когда много конкуренции, когда много игроков на рынке. они могут противостоять таким давлением. Потому что если ты играешь ну там на повышение, против тебя играют еще там 100 игроков на понижение. А никто не знает, насколько игроки сильны. Может они более сильные, чем ты. И могут устраивать тебе там шорт-сквизы и так далее. А когда там всего там два игрока, условно, вкладчики и там правительство, ну как бы а кто с тобой еще будет конкурировать, если ты будешь против вкладчиков? Ну это я просто объясняю условно, чтобы вы понимали, что на Западе ну то же самое это все есть. Играют против своих клиентов и так далее. Но там помимо тебя и твоего клиента еще большое количество игроков, которые могут использовать и там против тебя и более крупные суммы, махинации, там игра в СМИ и так далее. и когда конкурентный рынок восконапол, ну так скажем, очень много конкуренции, манипуляции перестают быть такими агрессивными и жесткими, да, то есть если взять рынок какой-нибудь сформировавшийся, биткоин, сравните биткоины и альткоины, на альткоине мало конкуренции, то есть там мало игроков, которые покупают альткоины, потому что это очень рискованный рынок. Поэтому на них манипуляции более возможны, потому что там один-два игрока сидят и они с другом играют или вообще один игрок сидит и против розницы играет. На биткоине же есть фонды, есть фьючерсы, опционы, есть, короче, много других рынок, которые окутывают этот актив и он становится намного сложнее, им сложнее становится манипулировать, да, на нем больше манипуляции чем на традиционных рынках. Ну, короче, надеюсь, вы поняли, чем больше конкуренция, тем лучше активу и меньше манипуляций. Вот, поэтому отвечаю на вопрос, как это все взаимосвязано, инсайдеры заходят гораздо заранее, но вместе с инсайдерами еще есть охотники на инсайдеров, если это нормальный конкурентный рынок, а вместе с охотниками на инсайдеров есть кто смотрит и тех и тех и смотрит, пока они будут бороться, мы там алгоритм алгоритм и трейдеры могут еще и внутри флэта бороться, пока те набирают так, пока медведи набирают позицию в шорт, а там быки набирают позицию в лонг, можно еще и на тех и на тех сработать, играя внутри какого-то диапазона. В конце ролика он сказал, просто не записалось, да пребудет с вами прибыль. Да, сорян, это ошибка. Так, где сам торгует, стоит ли с бинанс перейти на биржу о кейкс. Ну, я сейчас не знаю, я пока не паникую, я и так объемы все снял с бинанса после того, как они ну там до 10 тысяч сократили. Ссылочки у меня есть в принципе на всех биржах, которые я торгую, они в описании из всех бирж. А что я не прикрепил, что ли? Прикол. Так, ну ладно, в описании должны быть еще в комментарии я должен был прикрепить. На Femex неплохо, да, там даже, по-моему, регистрируются это, ну, паспортные данные и так далее, не надо. Так, ну, бинанс понятно, битма неплохо, мне нравится. Мекст неплохая биржа, там, не кошмарят из РФ у нас чуваков. Вот, бобит не знаю, кстати, я хоть и на ней есть, но не знаю, как они отнесутся к этому всему. Так, насчет у кекса, они мне предлагали, по-моему, сотрудничать, но после вопросов некоторых, они почему-то перестали отвечать, по-моему, точно не помню. Суть в том, что на кексе, ну, в 18-м, что ли, в 19-м году, там нормально, так люди заперли, была паника, ну, вроде как, разрулили. Короче, график можно инвертировать, комбинация Альтай, видос успешки, как будто на границе Монголии, между обеспеченными переправами записывать. Да нет, просто, во-первых, у меня много дел, я часто там завтракаю, мне остается там 10-15 минут записать и все, я начинаю опаздывать. Так, HTT выглядит как стейбл. Вот, кстати, HUBITOKEN выглядит очень хорошо. Ты говорил, HUBITOKEN, HUBITOKEN, не понял. А, это мой график, который я рисовал, я не знаю еще, когда HUBITOKEN был, ну, не HUBITOKEN, а когда, вот, наверное, 13 июня, где-то я рисовал. Ну, короче, суть в том, что мы находимся в очень сильной поддержке, если будет какая-то манипуляция очень хорошая, ну, HUBITOKEN можно подобрать, единственное, HUBITOKEN надо смотреть на самой HUBITOKEN, потому что, что-то, мне кажется, график неполный. Это USDT. Ох, 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 вот это были времена. Ну, короче, вот такой фрактальчик. Тут, конечно, полная картина, и уже, конечно, не так радужно, потому что стерплю здесь сопротивление, здесь поддержка, под нее провалились. Глобально это манипуляция, чтобы выйти вверх, или это все-таки тест? Конечно, сложно, но если это все-таки тест, куда у нас переместились объемы, сейчас посмотрим с того момента. Ну, наверное, единственная нормальная зона покупки, это вот здесь вот. да, конечно, тут картины. Эх, вернуть бы эти времена. 9 мая. Да, приискал падение, я так понял, поставил здесь. Да, 9 мая. Но, пока что разворотного ничего не вижу. Хобби токен, ну, по крайней мере, мне он нравится, как он выглядит. Биржи, конечно, выдержала все, хотя ее кошмарили просто по максималке. Так, привет, Артем, скажите, океx, пропали монеты, торн, как вернуть его? Господи, я не знаю, парни, это не ко мне, это в поддержку, я же не поддержка, океx. ФТМ, БТК, 1 недель гип, ЧЗТ, один вроде зажимуха рисует. Вот ЧЗТ кому-то, так, о, нурмзук вернулся в чат. А ЧЗТ кому-то показывал, нет? Кобинанс. На недельки тут не зажимуха, на недельки тут хрен пойми чё, на дневки. Ну да, ускоряют. Вот мне кажется, тут типичная коробка. Типичная коробка, нижние образовали, верхние образовали. По идее, манипуляция сверху. Ну и вот такая вот экспоненточка. Есть шанс, что будет. Наверное, по ЧЗТ вот так. Ладно, до новых встреч, да пребудет с вами прибыль, и пока-пока. Все ответил, да? Раз, два, три, четыре, пять. Все, всем ответил. Пока-пока. Полинсинсочки в описании.